Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН продолжает. Новости Анапа-регион. В студии Кристина Арабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Анапа шагает в будущее. Современные объекты инфраструктуры показали высоким гостям. Опыт такого строительства уникален. Преступнику уйти не удалось, но бдительность терять не стоит. Творчество юных – ещё один фестиваль Анапы для талантливых и творческих со всей страны. И сейчас обо всём подробнее. Современные объекты инженерной инфраструктуры осмотрел в Анапе исполняющий обязанности губернатора Кубани. Сегодня вместе с главой курорта Сергеем Сергеевым Вениамин Кондратьев побывал на новых очистных сооружениях, водозаборе и котельной, построенных для обслуживания жилого микрорайона Гаргипи. Инвестиционный проект по развитию коммунальных сетей такого масштаба и с применением уникальных технологий в крае реализуется впервые. Свыше двух миллиардов рублей инвестиций и дополнительные мощности водоснабжения и водоотведения для курорта. Вениамин Кондратьев подчеркивает, это хороший пример государственно-частного партнерства. Бизнес должен быть социально ориентирован. То, что сегодня делается в Анапе для людей, и это принципиально важно, убежден исполняющий обязанности губернатора. Поручение главе курорта поддерживать инвестора и создавать все условия для реализации подобных проектов. В курортный сезон находится немало предприимчивых граждан, приезжающих в Анапу с желанием незаконно обогатиться, но городская полиция на чеку. 16 августа на телефон дежурной части поступил вызов из магазина ДНС и сообщение о краже. Уроженец Северодвинска вместе с сообщником решили поживиться в отделе компьютерной техники. Пока один молодой человек отвлекал консультантов, другой осторожно снял ценник, закрыл ноутбук и, убедившись, что не замечен, быстро спрятал технику в сумку. Однако вынести ноутбук из магазина ему не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу. Молодого человека задержали, был вызван наряд полиции. Этот гражданин сообщил информацию о своих подельниках, где были задержаны еще четверо граждан. Среди них девушка, тоже все уроженцы города Северодвинска. Из них девушка, находящаяся в розыске, был проведен обуз, где были изъяты вещи, имущество, цифровая техника, вещи, ноутбуки, телефоны, игры, Xbox, по которыми также дают явки сейчас о совершенных преступлениях. Это была не единственная окража, совершенная этими гражданами. Преступники доставлены в дежурную часть и написали явки с повинной. Юбилейный 10-й фестиваль Союзного государства творчества юных стартовал в Анапе. Участники в возрасте от 7 до 18 лет съехались из разных городов России и Беларуси. Победители национальных и региональных конкурсов продемонстрировали свои таланты и творческие способности. Фестиваль стартовал у стелы «Город воинской славы». В торжественной обстановке участники-организаторы фестиваля возложили цветочные корзины в дань уважения и памяти героического подвига обоих народов. Гости с удовольствием делились позитивными эмоциями и восхищались нашим уютным и зеленым городком. Это вот ощущение праздника. Как только приехал, он с детьми сразу ощущается. И вы сейчас увидите на концерте, как это выплескивается эмоционально. Очень нравится тут. Сходили уже на море. Город еще пока что не посмотрели. Вот. Отлично. Боевой. Боевой. У входа в городской театр ребят развлекали аниматоры в причудливых костюмах. Затем торжество переместилось в зал городского театра. Гостеприимная Анапа всегда рада гостям, особенно талантливым. Нам это очень приятно и более того ответственно и почетно. И мы очень рады, что вы к нам приезжаете. Вот сегодня утром наш главарь Сергей Сергей Павлович задал мне конкретный вопрос. Что там с фестивалем? Кто приехал? И все ли довольны? Все ли хорошо устроились? Ну-ка скажите мне, артисты, вы все хорошо устроились? Да! Все довольны? Да! Сотни детских голосов, разных оттенков и темпров зазвучали со сцены и раскрасили эмоциями лица пришедших гостей. А ими стали ребята, приехавшие на отдых в здравнице курорта. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Концерт посвятили теме интернета. С помощью ведущей и ее помощников зрители перемещались во времени и пространстве, приглашая на сцену солистов и творческие коллективы двух стран. Фестивальная неделя будет наполнена яркими концертными программами, мастер-классами, творческими конкурсами и дружескими встречами. В рамках фестиваля ребята встретятся с детскими писателями, композиторами, заслуженными деятелями искусств России. Закрытие фестиваля творчества юных состоится 24 августа в «Жемчужине России». Свой юбилей сегодня отмечает начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. Без особенных торжеств, зато по традиции в кругу своих многочисленных коллег. В спортивном городе ритм жизни у руководителя насыщен событиями и встречами. Глядя навсегда подтянутого и бодрого Сергея Николаевича, никогда и не подумаешь, что ему исполняется 50 лет. Секрет молодости он объясняет тем, что вся его жизнь принадлежит спорту. И даже в свободное время именно спорт является отдыхом. Спорт прочно вошел в его жизнь с самого детства, с первой секции подзюдо, которая потом сменилась увлечением велосипедом. С этого момента спорт вообще вклинился в мою жизнь. Изо дня в день я посвящал тому достаточно много времени, потому что две-три тренировки в день, я дополнительно сам старался индивидуально подходить к тренировкам. Утром вставал, много бегал. Сергей Ткаченко участвовал в международных соревнованиях и получил титул кандидат мастера спорта. Даже с супругой Еленой помог познакомиться именно спорт. С ней я встретился рядом с танистым столом. Сказал, пойдемте, поиграем. Согласились и так заигрались до сих пор в этой жизни вместе. Безнадежного тыла в работе никак. Все спортивные мероприятия проходят в выходные и праздничные дни. Так что отдыхать некогда. В редкие свободные минуты Сергей Николаевич старается проводить с семьей на природе, поиграть с сыновьями в футбол или другие активные игры. Я стараюсь своих детей приучить к спорту. Велосипед это или, ну, я как бы, с чем я занимался, я не ставлю это приоритетом. Я ставлю, чтобы разносторонне была развита личность, самое главное. Чтобы умел баскетбол играть, футбол. Спорт, он действительно закаляет человека, дает ему много хороших качеств, в общем-то, которые в жизни потом ему помогают. Бороться с трудностями, невзирая ни на что. Главная его мечта – больше времени проводить с детьми. Но пока есть цели и задачи, которые хочется выполнить, чтобы курорт Анапа поддерживал свой спортивный имидж. Работа, которая нравится, хочется в этой работе что-то сделать, чтобы какой-то фундамент после тебя остался, в общем-то. Поэтому я человек всегда команды и перед трудностями в жизни не пасывал. Поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем и желаем достижения всех поставленных целей и крепкого спортивного здоровья. В селе Ольгинка Туапсинского района пройдет финал первенства края по футболу среди учащихся спортивных школ. Команда «Напчан» вышла в финал и сразится за титул чемпиона. Размять голеностопы, отработать ведение мяча, подачу и зарядиться командным духом – последние приготовления перед отправлением на соревнования. 11-12-летние мальчишки половину своей жизни уже играют в футбол. Иоанне Сафиликиди в спорт привел старший брат – футболиста «Напы-2». Спорт только для мужчин храбрый. Почему? Ну, потому что футбол – это травмоопасный вид спорта. Я играю на защите, но мне нормально все. В прошлом году ребята уже подтвердили свое мастерство и привезли с соревнований Кубок губернатора. В этом году задача нелегкая – подтвердить достигнутый результат. Для этого в три раза в неделю по несколько часов на стадионе. Я давно ходил на соревнования. У нас задача – выиграть. Роберт считает, что для победы важно одно. Уверенными должны быть, чтобы не страшно было. Но и противнику тоже страшно, говорит ребятам тренер Роман Аганьян. Он помнит себя пятилетним мальчишкой, когда он сам только пришел играть в футбол. Роман верит в своих ребят и мечтает о том, чтобы они добились спортивных высот. Хотя главное, конечно, не это. Не главное, чтобы они стали суперфутболистами. Главное, чтобы людьми были хорошими и здоровыми. Вот и все. Я их всегда оцениваю лучше всех. По-другому нельзя. Она погордится своими воспитанниками и верит в очередную победу. Я смотрю на вас. Действительно, в глазах есть огонь такой спортивный. Злость должна быть. Наступайте. Всегда знайте, что в вас вкладывали силы, умения, что за вами тренер-родители. Они вас ждут с победой. Желаем удачи нашим маленьким спортивным звездам. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды. Салон магазин изделий из камней самоцветов. Тайны Медной горы. Суббота 22 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-29 градусов. Ночью до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. В воскресенье 23 августа в Анапе малооблачно с прояснением осадков не ожидается. Температура воздуха днем 23-28 градусов со знаком плюс. Ночью до 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди, 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА